После этого следующий этап это, как правило, face-to-face интервью. Одно бывает одно, бывает два. В больших компаниях со сложной политикой, как Apple, например, их там два, в маленьких стартапах у них просто нет ресурсов, потому что это очень дорого интервьюировать. Каждый час стартап платит работникам, допустим, программист, который вас будет интервьюировать, будет получать 80 час. Каждый час, когда он вас интервьюирует, компания теряет эти деньги фактически. Она платит за ваш найм. Найм очень дорогой вообще сейчас. Соответственно... Так, на чем остается? На процессе, т.е. над... Да. Следующий этап, т.е. обычное интервью, соответственно, как это и всегда бывает, 6 человек, как правило, меньше 6 не было у меня еще, чтобы... Ну, это же серьезная позиция. На 20 долларов там и один бывает. Да. А если мы говорим именно про Automation, API, Selenium, Mobile Automation, это будет много вопросов по программированию. В основном. Ну, такому легкому программированию или так, не в глубину? Легкие задачки, логические, которые разрешают решать на любом языке. То есть, какой же вы знаете, вот Python, Java... Ну, то есть, не задачки типа массив подсортировать и что-то другое? Нет, вот именно такие. Сортировать массив, найти элементы в массиве или там, если с Python... Ну, уже такая классика, что уже дальше не будет. Да, с Python много с dictionary задачек. Особенно на API, потому что JSON, это структура данных, которая используется в RESTful API. Она точно так же строится, как Dictionary в Python. А это как раз то, чем вы занимаетесь? Да. То есть, будет, да, такие легкие задачки на программирование. Есть очень много веб-сайтов, где их можно порешать. Есть очень все ресурсы, можно подготовиться фактически дома. Ну, вот в работе, например. Вот, скажем так, вот если вы работаете и здорово делаете вот Python, RESTful API, вы реально как бы вынужденно это знаете или можете и не знать, как массив отсортировать, и это вам не помешает автоматизировать? Ну, как отсортировать массив, знать не нужно, потому что как бы все есть встроенные функции. Да, конечно. Но какие-то есть другие задачи, не только отсортировать массив, скажем, как там записать в Dictionary какие-то данные правильно. Вот это нужно знать, потому что вы будете именно с этим работать. Хорошо. То есть, если человек работает, то не будет проблем у него ответить? Да. Хорошо. Ну, вообще, как таковой логики в этом тестировании нет. То есть, именно логики сложной какой-то. Все очень предельно просто. Я считаю, что фактически любой человек может это делать, который чуть-чуть хоть соображает вообще в чем-то. Подождите, давайте-ка мы к вам вернемся. Вы в Новосибирске жили. Чем занимались? Я учился. Не учился. По какой специальности? Программист. А, ну то есть вы не с улицы. Что же так? Хорошо. Подождите, а вот ваш приятель, Станислав, да? Он тоже вот этим занимается. Он с каким прошлым? Насколько я знаю, он на юриста отучился. То есть, юридическое образование? Да. То есть, он не был связан с техническим. И тем не менее, его вынесло очень хорошо в это дело. Да. То есть... Хорошо. То есть... Не обязательно технический бэкграунд. То есть, ваш тезис о том, что человек со здравым смыслом может это делать, такой... Вот Виктория ваша, какой у нее бэкграунд? Не технический тоже. И она тоже справляется? Да. Хорошо. Вообще, я считаю, что за один год любой человек, который говорит на английском языке, может сам абсолютно самообразовавшись получить работу здесь на QA на минимум 100 тысяч за один год. Вот. Один год взять, но это нужно именно этим заниматься, потому что люди, опять же, люди... С многими людьми общаешься, они там говорят, вот, мне дали там столько-то денег и тут все, нету больше зарплат там. Ну, потому что нужно заниматься, нужно там, допустим, в пятницу идти не в бар, как обычно это происходит, а сесть, допустим, дома и реально заниматься. Вы должны жертвовать чем-то, вы не можете просто так только получать. Если вы жертвуете, вы занимаетесь, какое-то время потом, потом вы можете уже там ходить куда угодно, но у вас уже есть больше денег. Я думаю, что на самом деле многие люди во время работы могли бы. Да, кстати. Я работал, когда... Я до этого работал в Aerie, лидом. Да. И, фактически, я тратил 5-6 часов в день, потому что это такая была компания, где никто ничего вообще не делал. То есть, реально, ну, если взять, сколько времени люди работают именно в день. Конечно, делала компания. Компания сейчас развалилась. Правда? Жалко. Компания развалилась. Это одна из причин того, что она развалилась. Это неэффективная абсолютно работа компании, неэффективная работа QA. То есть, очень много причин, которые я видел еще, когда я выходил оттуда. Я понимал, что все, сейчас. А мне казалось, что они такие успешные. Они никогда не были успешными, всегда были проблемы. При мне было 3 больших сокращения, там, по 5-60 человек. То есть... Их кто-то купил или что с ними стало? Они продали сначала, продали PC-бизнес, PC-игр. Потом продали мобилбизнес, потом продали всю Европу. В Европе был офис. То есть, развалились просто? А потом переехали в Сан-Хусе. Меньший там офис. И потом закрылись все проекты. Насколько я сейчас знаю, там только какая-то одна. То есть, там компания, там, может, не знаю, 2 человек меньше работает. Ну, была компания, когда я приходил, там, 200 что-то там человек было. Они брали крупные. Они столько интернов у нас брали. Да, да. Ну, хорошо. Значит, давайте, может быть, вот что. Вы, на самом деле, мне кажется, не сказали ничего по части того, как, например, быть, когда тебе дали офер где-то, и как его продать там, где ты есть сейчас, чтобы никого не обидеть, а все-таки что-то получить. И вообще, как быть в ситуации, когда у тебя несколько оферов, и что с этим делать? Потому что я видел людей, которые просто, ну, в страшном стрессе находились, потому что не могли выбрать. Вот они приходят, и ужас, советоваться, и никак не могут решения принять. То, что у меня и было, на самом деле, ну, не стресс прям, но было где-то две недели непонятно, что делать, потому что было на тот момент, когда было два офера и матч на работе. Но я сейчас про это расскажу. Да. Дальше маленькое такое, как просить денег, сколько просить денег. Кстати. Всегда нужно плясать от того, сколько вы сейчас зарабатываете. нужно всегда понимать, то есть, если вы зарабатываете 80 тысяч, то вы должны просить 110 минимум. Тридцатку. Да. И обосновывая это тем, что вам нужен reason поменять работу. Ну, подождите, я бы сказал так. Если ты получаешь 85, например, ты говоришь, что получаешь 98. Ты не говоришь, что получаешь 85. Ты говоришь, я получаю 98, ну, хотя бы 110-то дайте. Вот я бы так сказал. Это уже вопрос, кто может, допустим, так говорить, а кто занят, правильно? Не все люди так могут. Опять же. Я могу, например, но есть люди, которые просто вот, ну, они могут только часто говорить, там, сколько они сейчас зарабатывают. Подтверждение не просят нигде, да. Это правда, то есть, максимум, что можно сделать, это бэкграунд-чек, это проверять, вы работаете или вы там. А сколько вы там зарабатываете, вас не могут спросить. В Калифорнии нельзя. В Калифорнии нельзя. В Калифорнии компания не имеет права разглашать, да. То есть, просите много, чтобы показать потом своему эмплойеру, настоящему, то, что вы реально стоите вот таких больших денег. Да. Займет это у вас 3 месяца, пускай. 4 месяца вы будете искать, будете проходить офферы, где-то вам будут. А может и 2 недели тоже? Да. У меня это вот взяло буквально 3 недели. А, окей. Видишь как? Хорошо. Так, теперь про то, как у меня получилось. Я начал ходить на интервью. Первое интервью пришло. Мне отказали на Face to Face. Я понял, почему мне отказали. Я сделал анализ. Почему? Значит, вот тут несколько вещей. Первое. Пытайтесь казаться сеньором всегда. В плане сеньор-инженером. Даже если вы не на сеньорскую позицию идете, пытайтесь показать, что вы знаете больше, чем человек, который вас интервьюирует. Вау. Потому что у этого человека психологически складывается такое, что ему просто, ему внутренний голос говорит, что он не может взять человека, который такой же как он, или даже может быть чуть лучше, чем он в чем-то. Он не имеет морального права просто ему отказывать, как правило, внутри себя. Не бойтесь показывать свои какие-то знания, которые вы явно знаете, что этот человек не знает. Пытайтесь разговаривать на отвлеченные темы, но относящиеся к работе. Например, вы можете там рассказать, что вы знаете про то, что там какая-нибудь компания IT поглотила какую-то компанию на прошлой неделе, и вы вот так вот шокированы там этой суммой. Вы будете, покажите, что вы вовлечены в IT-мир вообще как таковой. Это очень важно, потому что большинство людей, которые работают в IT уже давно, они как бы, у них passion к этому. Они любят IT, они любят новости IT, они живут только вот этим. Поэтому если, особенно в таких компаниях, например, как Apple или Google, там работают в основном люди очень как бы любящие это. Это индустрия, а не просто за деньги, потому что там работают. То есть надо показать, продемонстрировать принадлежность. Да, что вы как бы часть этого, а не просто пришли там и хотите денег. Вот сейчас тут много платят, теперь они сюда пойдут. Нет, вы должны показать, что вы хотите, вам нравится IT. Покажите, что вам нравится QA. Покажите, что вам нравится.